Возвращаем видимость вспомогательной геометрии и на плоскости вид спереди создаем еще один профиль. В этот профиль давайте спроецируем верхнюю кромку топорища. И начало координат вспомогательную геометрию две оси. Теперь собственно реализуем эскиз. Этот эскиз будет изображать из себя поперечное сечение крепящего клина. Итак, вызываем команду отрезок и изображаем клин. Клин будет иметь примерно вот такую форму. А теперь упорядочиваем геометрию. Верхнее сечение середину основания верхнего привязываем к оси симметрии. Нижнее основание и середину также привязываем. Смещение верхнего основания от среза топорища устанавливаем равным 2 мм. Нижнее основание клина размер 2 мм. Высота клина 50 мм. И соответственно верхнее основание клина 5 мм. Эскиз полностью определен. Можно завершить работу над ним. Теперь соответственно нам нужно используя этот эскизный профиль. Профиль 13 у нас. Выполнить клин и выполнить прорезь в рукоятке в топорище для него. Итак, с этого и начнем. Итак, давайте скроем лезвие временно. Теперь выполняем команду выталкивание. Итак, контур у нас будет контур 13. Профиль 13. Выталкивание у нас будет через все, через всю геометрию. Вычитание объема мы будем выполнять из топорища, из объекта топорища. Применяем команду. Вот такая прорезь у нас будет в топорище. Возвращаем видимость лезвия. Теперь нам нужно будет сформировать собственно тело клина. Итак, вызываем команду выталкивание. Профиль опять же, профиль 13. Установим вид на плоскость, наверное, вид сверху. Теперь зададим размеры клина. В передней части на 28 от плоскости профиля. И в задней части на 23. Вот такие будут границы профиля. Итак, можно лезвие и топорище скрыть эти элементы и создать геометрию. Оперант для болевой операции нам здесь не нужен. То есть, у нас будет отдельное тело. Собственно, вот это тело выталкивания. Вот такой клин. Для этого тело мы определим название. Клини можно выполнить отверстие технологическое. Итак, для этих целей мы создаем профиль на виде слева. Здесь у нас геометрии достаточно много всевозможной. Спроецируем верхнюю часть клина для привязки. Изобразим образующую для отверстия. Это будет окружность. Диаметр этой окружности 16 мм. Привязку выполним по вертикальности. Выравнивание вертикальности от середины проекции и центра этой окружности. И, наконец, позиция этой окружности относительно проекции. Это финальный размер. Он фиксирует эту диаметрию. Поскольку у нас на этой плоскости уже множество контуров, имеет смысл цвет определить какой-то. Завершаем этот эскизный контур. Это профиль у нас 14 получается. Выполняем выталкивание. Профиля 14. На все, через всю диаметрию. Опция логическая будет вычитание объема. И в качестве тела клин. Тело, из которого будет происходить вычитание. Выталкивание. Итак, в составе клина у нас две операции. Выталкивание первое и выталкивание второе с булевым вычитанием. Теперь на клин можно наложить некоторые технологические моменты. Например, фаски. Можно сделать фаски вдоль граней. Небольшие фаски по полмиллиметра. Щелкаем по граням. Так, чтобы все ребра на этих гранях имели фаски заданной величины. Итак, все элементы имеют фаски. Клина. И теперь можно вернуть видимость лезвию и топорищу. Поскольку у нас уже есть несколько тел, имеет смысл еще раз провести проверку пересечений. Итак, выделяем тела, которые входят в модель. Пересечений нет, значит модель пока что корректна. Сохраняем работу. Продолжение следует... ЁOW SMAR